здравствуйте студии владислав юрицын сегодня мы поговорим об информационных сражениях вокруг строительства с казахстане у нас гостях анастасия ахметова боя вы в силу не знаю вашего хобби или информации или работы с информационными потоками оказались очень сильно погружены в тему поэтому у меня вопрос вот тот факт что власть она ну как то так не определилась до информационно в вопросе по с ну как можете определить что как-то вяло мы знаем что в принципе за а потом вот в день голосования про консорциум прочее в общем вот это мямление государства она как повлияло на информационную обстановку в соцсетях если честно было очень когда объявили референдум и было очень даже вот страшно да то что нет никакого понимания насколько будет это поддержано государством именно атомная электростанция и позиция была скажем так ну президента поддерживал все остальные и не было четкого понимания а поддержат ли или на каком уровне поддержат и было страшно как действительно как пройдет референдум потому что ну мы же наше общество хорошо знаем часть общества ну это примерно люди которые вот я уже писала в соцсетях которые считают что черная кошка это джин и когда ты видишь черную кошку нужно читать дуа молитву другая часть это напуганные всеми палатинским полигоном вот эти фантомные боли то есть приравнивающие ядерные взрывы к мирному атому третья часть это напуганы чернобылем фукусимой и которые считают что непременно все современные атомные электростанции они должны быть вот такие вот опасные вот такие вот аварийные четвертая часть не верующая в свое в свои возможности возможности казахстана в атомную отрасль казахстана которые считают что у нас вообще некому что мы не сможем что у нас все разворуют еще там на первых этапах и приводят в пример строительство долгостроя лрт в астане еще одни просто уверены что ну раз во всем мире отказываются то нам и тем более пора хотя по факту наоборот доля атомной энергетики растет вот так вот казахстан живет таких своеобразных информационном потоке потому что ну какая-то там германия отказалась это уже равно весь мир хотя германия сейчас по факту страдает от того что они отказались они вынуждены покупать у той же франции и зеленые на последних выборах пролетели и зеленые пролетели и как сейчас стало выясняться зеленая энергетика не такая уж эффективная и дешевая потому что даже у нас есть телеграм-канал energy уж насколько они либеральные уж насколько они к россии так настороженно относятся с недоверием да и те признали что 70 тенге будет стоить у нам обходится уже зеленая энергетика и да и 10 тенге за киловатт в час обходится традиционные другие уголь да там все остальное то есть даже те вынуждены были признать что какая разница в цене и узнаю вот все да было страшновато что за результаты референдума и самого начала я критиковала именно сам способ зачем нам вообще нужен референдум когда это очень технологичная отрасль и где нужны где важно мнение экспертов исключительно мнение экспертов может быть так и получается что тот факт что вопрос вынесли на референдум люди которые условно в нормальной школе учились да они понимают что власть что-то делает странное ведь если бы власть хотела получить социологический замер по обществу да это один вопрос но вас же сказала как скажете так и будет а здесь мы видим условно например и развал системы образования и работу скажем так геополитических конкурентов и что здесь еще видим но с другой стороны если полезные моменты например я вот читая все эти переписки узнал кучу всяких моментов там про вода водяной реактор про то что французы в финляндии строили на 20 лет построили еще ну и с поломками ну то есть получается что стержни упали кстати может она получается когда стать бедные финны может быть получается так есть за люди думаю да французы но все равно у них там это вино там французская булка все дела это куча аэс в стране не могут построить нормально да и сразу наш наша власть который не может нормально вести единый часовой пояс да конечно не взорвут этот бедный улкент с половиной балхаша и все прочее хотя я согласен я эти фантомные вещи не разделяю потому что но я смотрите вот такие когда гарантии идут вот например лилия иголикова спрашивал бориса марцинкевича эксперт по энергетике она говорит вот эти вот опасения что ну а если все своруют и рванет он говорит но вообще-то это строится в международной организации то есть там нельзя в каком угодно месте все все под присмотром но у нас же есть такие отрасли где вроде бы там тоже нельзя воровать да но сворова на как говорит классик больше чем все и вот вот как вот это вот все привести в нормальное состояние потому что вот я сейчас смотрю эти полемику вокруг аэс вот эти все вопросы они не референдумом не объявлением о том что будет строиться консорциумом не снятым даже не знаем какой консорциум и что это за франкенштейн ну вот кстати ты упомянул интервью с борисом марцинкевичем я посмотрел очень внимательно два раза даже классное интервью и вот таких интервью и же было немного до которые объясняли бы подробно и это еще раз говорю это огромный провалами на наших властей что не было объяснено профессионалами а как и что там будет потому что я например не знала до этого интервью что оказывается в китайском реакторе который участвует в тендере да там не предусмотрена ловушка расплава это один из один из скажем так этапов безопасности в российском он есть это ловушка есть например я например не знала что оказывается французская компания которая поставляет турбин для русатом что русатом фактически там чуть ли едва ли не единственный заказчик у нее то есть а действительно ли это французская компания если 90 процентов заказов турбин это русатом то есть какие то вот такие моменты я пока не знала что 25 около 20 лет работает в тандеме россия и китае строя совместно атомные электростанции и что там уже который по счету реактор успешно строится и работают то есть я так поняла что если и выбирать из консорциумов то это единственный в мире вариант тандема слаженного сработанного и даже это было понятно на примере строительства акуи в турции когда симонс подвел просто взяли и кинули турков и пришлось опять таки обращаться китайцам за электротехнической частью то есть вот такие моменты тонкости такие мы же их не знаем я с одной стороны как бы спасибо государству за за такие референдумы потому что они поднимают волну и ты узнаешь больше ну да давайте проводить референдум по налогообложению я тоже хочу больше узнать или там вот такие вот из актуальных или по биолабораториям американским тоже можно как бы они то работают то не работают общественные слушания были а общественность выступила против ну и все равно строят что такое как это работает там никакой референдум оказывается не нужен или вот с этим опять я болезненная к этому чисто вопрос я тоже опять почему почему это болезненный вопрос то есть получается у увеличили темное время суток административным решением на при этом дефицит электроэнергии сначала горели 10 процентов все же получается 14 процентов в этом году и и при этом медики говорят что стало хуже там прочь эти работодатели горят стало хуже а об власть говорит нет все стало хорошо ваши все выкладки не подтверждаются здесь как вот вот власть не мямлет все у нее четко как только вас начинается опять а может так а может вот так но я понимаю что решение как бы сложная но вы уж как-то сами в себе определитесь перед тем опять же как выносить это все на референдум а такое ощущение что власть она сама в себе определиться не может она хотела как помощь зала да вот они попросили помощь зала зал сказал у всех что пришли на референдум где-то игр стройте может консорциум вот это 25 давайте референдум что ли проведем на а вы согласны на консорцию это как вообще они собираются выходить из тупика министр энергетики сказал нужно 3 нужно 3 для полного счастья нам нужно 3 атомных учитывая сколько это все строит да и что нам теперь по каждой проводить референдум да то есть это тоже вопрос что делать с тепловыми и и вопрос и ведет которая это где в саране до построили т.д. она от от старых котельных отключили она так и не работает народ вот такие вот все вещи что я бы я тех кто голосовал против тоже по-своему понимаю то есть я голосовал за потому что но без электричество тяжело а рванет не рванет кто его знает а вот получается те люди которые сидят без электричества и голосуют против они говорят лучше приучение но чтоб не рвануло это у всех свой жизненный выбор но как-то оно все базилинов эксперт классно сказал что все слушания поэз должны проходить приучение и да и у костра чтобы никто там сотку не мог завести четкое понимание даже даже лесбийский курултай который вот проходила против атомной электростанции даже там они возмущались почему их отключили на почему акимат вредный акимат отключил их от электросетей что они вынуждены вот без электричества курултай что ну что я сказала ну а зачем вы включайте лучи ну там зажигайте таскать из собой солнечные панели вы же зеленые они жены причем они как они называют атомную электростанцию геноцидом представляешь до чего дошло это будет геноцид правительство готовит нам геноцид то есть в штатах десятки атомных электростанций это не геноцид может из этих электростанций все индейцы там и умерли ну или почти я думаю они гораздо раньше еще до 2 с ну ну то есть как бы оно с одной стороны смешно а с другой стороны общество то при этом поляризуется и раскалывается то тоже вопрос а власть она она знала что когда на такие вещи начинает на них фокусировать внимание что будут проблемы у меня такое ощущение что не знала у меня тоже ощущение что не знала и потом еще раз говорю это высоко технологичный вопрос который должны решать исключительно профессионалы эксперты люди которые глубоко погружены в тему проблемы государства вопросы энергетики причем здесь вообще люди продавцы учителя врачи которые очень далеки от мирного атома там от каких-то познаний в области безопасности атомной то есть совершенно это как бы не по адресу обратились но слава богу слава богу обошлось и я очень горжусь своими соотечественниками проголосовали за мирный атом потому что даже например мои знакомые одноклассники однокурсники даже это люди с высшим образованием многие абсолютно уверенно говорили я против и вот аргументировали вот этим всевозможными пугалками предубеждениями то есть даже высшее образование оказывается не спасает мне кажется как главная пугалка это вопрос компетенции но говорят что есть взаимосвязь то есть условно если в стране много сложных производств с высокой добавленной стоимостью то власть которая над этим всем стоит она соответственно тоже умнеет по ходу а если вокруг только копать руду качать нефть тогда можно и самую упрощаться то есть получается для для власти ты кажется что как она сможет а если начнется аф то им объяснят что вот это вот электричество сюда пальцы совать не надо вас здесь убьет вот это вот радиация здесь надо вот такой контур делать и они накачавшись компетенциями тоже потом будут знать что оказывается вот она как работает потому что если в школе вот раньше условно было законно-центричное образование мы знали там теорию дарвина там правила буравчика и прочее и соответственно мир был целостный а теперь фактоцентричное образование программа раздувается но люди не понимают что к чему я понимаю что здесь как бы государство задает это все но по ходу вот затупляя население она и сама деградирует а здесь получается а с это обратный процесс то есть вам говорят что а можно вот не деградировать а умнеть вам же самим поможет и вот в этом плане я например настроен довольно оптимистично еще один момент интересный на то что вот так затянулось все это решение по с и казалось минутам время прошло время нужно на тендер время нужно референдум тендер да может быть она даже и к лучшему потому что в результате нам построят может быть даже не ту а с которую вот планируют а вообще самую новейшую как вот белаярская например там по моему там замкнутого цикла фактически безотходная и топлива потом в результате можно хранить 300 лет всего лишь они 300 тысяч на то есть какие-то там вообще фантастические технологии может быть нам перепадет именно вот это вот кто знает но кажется будем надеяться и слава богу электричество в домах еще есть ну пусть перебоем но есть у нас гостях был анастасия ахметова мы разбирались с аэс в информационных потоках до свидания